Возложить цветы в память о героях у постамента будущего памятника героям небесной сотни собрались одесситы. Это волонтеры, участники Майдана, гражданские активисты и просто неравнодушные граждане. Вместе почтили память погибших на Майдане и на востоке нашей страны. Как все было, расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. В руках фотографии погибших на Майдане молодых мужчин. Оба посмертно получили звание героев Украины. Сегодня мы пришли помянуть наших хлопцев, небесную сотню, которая загинула за Украину. Нам очень жаль, что на сегодняшний день еще наши хлопцы зато гинут и гинут. Мы просим владу принимать какие-то условия, какие-то решения, чтобы наши хлопцы уже не гинули. Говорит, спустя три года после трагических событий, вся страна так и не узнала имен заказчиков и убийц героев Небесной Сотни. Затирают следы в Киеве. Ни один до сих пор нас не ответил за это все. За Небесную Сотню, за тех хлопцев, где гинут. Даже на деревах повытирали эти следы. Повыкопывали дерева. А еще возмущены тем, что так и не произошло полноценное очищение власти. Но тем не менее, со времен Майдана многое изменилось. Об этом говорят сами участники событий 2013 и 2014 года. Дело в том, что общество сейчас после Майдана в корне изменилось. Дело в том, что вот я приехал, когда приезжал, был 15 дней на Майдане, потом был 20 дней. Вот в эти промежутки, там 5-6 дней приезжал отдохнуть в Одессу, я видел, как на глазах меняется общество, как меняется сознание людей. Каждый, кто пришел почтить память сотни погибших на баррикадах Майдана, мечтает об одном – чтобы в нашей стране больше не было войны. О мире мечтают Екатерина Лапицкая, Алексей Пережилин и Весь Седьмой канал.